Губернатор области побывал с рабочей поездкой в Кимрах. Игорь Рудене вместе с министром и осмотрел социально значимые объекты, пообщался с персоналом центральной районной больницы, встретился с общественностью города. Главу региона сопровождала в поездке наша съемочная группа. Первой точкой поездки стала встреча со старшим поколением кимриков. Ветераны поделились с губернатором, что в туристическом аспекте город не разбивается. Хотя все предпосылки для этого есть. И богатая история, и интересные архитектурные постройки, и удачное местоположение. Когда-то администрация города пользовалась этими факторами для привлечения турпотока. Но в последние годы все угасло. Туризм у нас идет с большим-большим трудом. И самое главное, ведь когда-то у нас была стоянка теплоходов. То есть у нас, мимо нас, был вот теплоходы. И мы могли бы вообще быть городом очень востребованным. Потому что у нас уже маршрут разработан. И что показывать, есть. Но стоянка в аварийном состоянии. В этом убедился лично губернатор. Игорь Рудене доложили, что реконструкция гавани проводилась в прошлом году. И жителям Кимр обещали, что уже в 2019-м сюда будут заходить теплоходы. Но туристов как не было, так и нет. Глава региона дал поручение закончить работы пристани. А также распорядился продумать дополнительные меры привлечения путешественников в город. Если все поручения будут выполнены, то Кимры почувствуют дополнительные денежные вливания из туристического сектора. Что, несомненно, положительно скажете на бюджете. Дополнительных денежных вливаний ждет и центральная районная больница. Ее губернатор также посетил в ходе своего визита. Игорь Рудене остался недоволен состоянием одного из главных центров здравоохранения. Губернатор поручил обеспечить проведение ремонта здания больницы, а также закупить новое оборудование для реанимационного отделения. По информации регионального министерства здравоохранения, проведение ремонта Кимрорской ЦРБ запланировано на 2020 год. В частности, из-за неудовлетворительного состояния помещений у больницы отозвали лицензию на проведение высокотехнологичных операций по эндопротезированию суставов. Жалобы поступили и от пациентов больницы. Они касались зарплат медперсонала. Игорь Рудене прислушался к горожанам и сам узнал, во сколько оценивается работа медиков в Кимрах. Игорь Рудене дал поручению министру здравоохранения Максиму Максимову разобраться в ситуации. Следующей точкой стал детский сад номер 5. Только ступив на территорию дошкольного учреждения, глава региона уже обеспокоился безопасностью детей. Его насторожило состояние крыши над детскими игровыми площадками. Запиши поручение, надо переделать. Смотри, у них шифр, плоской крыши, смотри. И запиши, надо делать угол более пологий. Если столько снега навалится, всё это может... Само крышник, он не сидит. Но мы снимаем его. Чистим? Ну, чистим, да, обязательно надо. Без внимания не осталось и здания сада. Глава региона поручил включить учреждение в региональную программу обновления материально-технической базы образовательных организаций. В частности, здесь планируется заменить кухонное оборудование и пищеблока. Также в порядок будет приведена прилегающая территория. Благоустроены площадки, обновлено ограждение и другая инфраструктура. Комплексное развитие Кимр и Горудене обсудилось с самими горожанами. На встрече с общественностью прозвучали самые актуальные для территории вопросы. В частности, о переполненности школ. В центре города, 13-й школы, мы вынуждены были родителям даже отказать в приёме детей в первый класс. Потому что классы переполнены. Возможности принять детишек нет. Это первый вопрос. И вот, конечно, в рамках реализации национальных проектов, особенно образования, мы хотели бы, чтобы в планах наш город Кимр был учтён. Если мы готовы построить новую школу, есть возможность это сделать, но мы должны посчитать баланс того, что вам нужно, и того, что... Какое количество мест вам нужно, и какую школу мы должны построить в инфраструктуре. Кроме того, в рамках поездки губернатор посетил и другую школу номер 14. В настоящее время в ней идёт капитальный ремонт спортивного зала. На эти цели из регионального бюджета направлено порядка 10 миллионов рублей. Завершить работу планируется в конце октября. Продолжение следует...